Каникулы по военному. Сегодня в 247-м гвардейском десантно-штурмовом полку Ставрополя выпустили первых воспитанников военно-спортивного лагеря «Прометей». На закрытии смены юно-армейцы показали, чему научились за две недели. Умений оказалось немало. Анастасия Зубрицкая тоже впечатлилась увиденным. Строевой шаг с песней солдат Кибека после демонстрации навыков рукопашного боя. Так воспитанники первой смены военно-спортивного лагеря «Прометей» показывают родителям и гостям, чему научились за две недели в лагере. Мы постарались им показать быт, жизнь наших солдат, технику. Они имели возможность поставлять с автомата, заниматься строевой, выучить песню. В общем, мы пытались сделать так, чтобы дети, которые, грубо говоря, не дети, а юно-армейцы наши, чтобы они увидели, что такое жизнь в армии, этого не боялись, и, может быть, в последующем выберут себе путь защитника Отечества. Путь защитника Отечества в свои 13 лет точно выбрал для себя Сергей. В этом лагере он уже второй раз. И за время занятий лишь утвердился в своем решении. Я хочу служить в воздушно-десантных войсках. Почему? Мне нравится прыгать с парашютов, стрелять с автомата и выполнять другие приказания старших по званию. То есть, поэтому ты хочешь стать военным? Да. На торжественном закрытии первой смены всем 15 воспитанникам вручили похвальные грамоты. Лагерь «Прометей» создан специально для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Его главные цели – военно-патриотическое, нравственное и гражданское воспитание подростков. Это очень хороший почин. Вот об этом позаботилась администрация нашей районы. Они договорились непосредственно, аж вышли на Министерство обороны о том, чтобы этот лагерь открыть. Пошла навстречу командование этого полка. Кроме военной подготовки, эти две недели воспитанники лагеря обогащались и культурно. Ходили в театр, музеи и парки. Что из насыщенной программы запомнится больше? Здесь мнения выпускников разделились. Мы научились маршировать в строю. Можно еще? Петь песни. Мы научились дружить. Хорошо. Как это так вас научили дружить? Ну, тут, ну, как бы все друг другу помогают. Не бросают никто никого. Ходить в строевой, РБ, 16 часов в Чиле. Мы научились быть дружными. Один за всех, все за одного. Потом стреляли с автоматов. Ездили в разные музеи на экскурсии. В бассейн ездили. Отдохнуть этим летом в военно-спортивном лагере смогут еще 30 подростков. Впереди в Прометеи еще две такие же смены. Азасия Зубрицкая, Николай Попов, Ставропольское телевидение.